Аплодисменты 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 Я просто хочу ответить сегодня на все ваши вопросы, которые у вас есть, во-первых, а во-вторых, хочу сказать, что моя задача и всех тех, кто здесь работает по моему поручению, помочь вам, людям, попавшим в беду. Вы знаете, сегодня много раздается разных голосов, и в ваших телефонах много разных сигналов, половина сигналы справедливые, честные, откровенные, а половина фейки, неправда. И вам надо, находясь здесь, научиться отличать правду от неправды. Особенно, я вижу, у каждого у вас есть телефон, и вы видите то, что вбрасывают в эти телефоны. Поэтому еще раз подчеркиваю, очень важно определять, где правда, а где неправда. Правда, уважаемые друзья, состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили, и вы хотите туда попасть. У некоторых из вас там часть вашей семьи, у кого-то жены, у кого-то мужья, у кого-то родители. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало. Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Ну, если уж искренне, то, наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю, я вижу, здесь очень много детишек, наверное, порядка 300-400 детей, столько же женщин. Вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Каждый из вас, имея детей, хотел бы, чтобы он получил достойное образование и достойную работу. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая. Вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. И вот здесь очень много представителей западного сообщества, журналистов, пусть они знают, что мы, белорусы, и я, в том числе, как президент белорус, будем делать все так, как вы пожелаете. Даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите. Что мы можем сделать для вас? Но вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Вы видите, как они реагировали на то, как вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, светожрумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бы Бог пошли дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели. Мы договорились с канцлером Германии о том, что она постарается вместе с Евросоюзом решить вашу проблему. Мы пообещали европейцам, что мы будем делать все для того, чтобы желающие из вас могли вернуться к себе на родину, если вы пожелаете. Таких желающих, которые захотели поехать, вернуться к себе, кто в Сирию, кто в Вирак, Курдистан и так далее, таких на сегодняшний день мы эвакуировали вместе с вашими властями на родину около тысячи человек. Но я хочу, чтобы вы знали, мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете, идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мною не всем понравится, там, особенно за границей, но это правда. Они должны знать правду. Я знаю, что вы получаете каждый день информацию из Германии, из Польши и с родины у вас идут сигналы о том, что там происходит. Я это хорошо знаю. И честно, откровенно скажу вам, по данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы и Латвии ежесуточно сейчас проходит до 200 человек. Некоторые они просто охотятся на них внутри Польши, вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессильных людей. Каждые сутки по 10 примерно человек мы забираем с границы и отвозим в больницу. Ваших соотечественников. Остальные в течение суток снова уходят на территорию Польши и стремятся уйти в Германию. Но это в подавляющем большинстве людей без детей. С детьми до десятка человек всего. Коль уже откровенно, в эти сутки на территорию Польши, через границу Беларуси, Польши и меньше на территорию Литвы, ушли 200 примерно человек. Это люди, которые находились в Минске, Гродно, жили на частных квартирах. Из вашего лагеря практически, ну, может быть, 10 человек. За последние сутки была попытка выбросить, просто по-зверски выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек. Осталось на границе у нас 400 пытались выбросить, они ушли обратно, осталось 150 человек, которые бродят по линии границы. По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме вот этого двухтысячного лагеря, у нас на территории Беларуси около двух-трех тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительная цифра. И если совсем откровенно, еще одна тема нас очень беспокоит. Разбомбили Афганистан, уничтожили фактически страну. И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, они стремятся пройти и через Украину. Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам. Но это просто вам для сведения. Подвожу черту. Первое. Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем вам это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право. Тот, кто хочет двигаться в западном направлении, это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить и избивать и удерживать за колючей проволокой. И еще одна правда на сегодняшний день. Запад беспокоится, что здесь сосредоточены вы, около двух тысяч человек. Они этого боятся, потому что во всех новостных лентах ваши лица. Они хотели бы, чтобы мы вас разбросали или в Беларуси, или в Украине, или же назад вернули домой. Но лишь бы только рассредоточили этот лагерь. Еще раз повторяю, мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда, поможем. Не захотите, ну что ж. Будем делать все для того, чтобы сберечь вашей жизни, особенно ваших детей, ваших жен. Пользуясь случаем, что здесь присутствуют, опять же, западные журналисты, я хочу обратиться к народу Германии. Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка. Они хотят жить в Германии. Две тысячи человек – это небольшая проблема для Германии. И канцлер Меркель с этим согласилась. Но блокируют все это поляки. И, соответственно, когдаThere ME спрашивает, все, которые они находятся в Германии. Я также хочу обратиться к народу Польши, дружественному, трудолюбивому народу, с которым мы всегда жили по соседству. Я обращаюсь к народу Польши не потому, что там нет руководства, просто руководство в Польше обезумело, оно потеряло реальность. Поэтому, уважаемые поляки, образумьте своих политиков. Вы же понимаете, что за счет вот этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние проблемы и внешние. Первое, они хотят получить те миллиарды евро, которые им должен якобы Евросоюз, но сейчас не отдает в силу определенных причин. И вторая проблема внутренняя, там тяжелая ситуация. Поляки недовольны политикой правящей коалиции, и они все больше предъявляют требования своему правительству. И чтобы отвлечь от этих проблем, они устроили вот эту бойню на этой границе. Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу, нам не нужны никакие столкновения, тем более войны. Пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, Беларусь. Они не в Польшу идут, они идут в Германию. Пропустите их, и будет решена проблема. Продолжение следует... И последнее, если они, и немцы, и поляки, меня сегодня не услышат, я не виноват. Мы будем с вами делать все то, чтобы выполнить ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как мною здесь сказано. Ну, а просто человеческий мой вам совет. Вы, пожалуйста, определитесь. Определитесь, как вам лучше. Или домой, или будете терпеть эти невзгоды и лишения, и стремиться в ту же Германию, на Запад. Или у вас будут какие-то другие цели. Подумайте. Единственное скажу. Лучше, к сожалению, пока не будет. Я вам обещаю. Все, что я могу сделать, и органы государственной власти Беларуси, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западное государство вам помочь. Мы понимаем, что если... Это не только вот такой популярный и человеческая проблема. Не только человеческая проблема. Я смотрю дальше. Если мы сейчас не решим Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. И не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев. И сдержать их на границе будет невозможно. Поэтому надо сейчас, пока эта проблема не разрослась, ее ликвидировать. Ее надо решить. Решить таким образом, как я сказал. Здесь работают мои представители, мои подчиненные. Работают с утра до вечера. Здесь вас охраняют мои пограничники. Это граница, на которой я в молодости служил. Я ее знаю каждый лет. Поэтому вы не бойтесь этих солдат, одетых в военную форму. Это пограничники, которым я поручил обеспечить вашу безопасность. Чтобы никто не мог проникнуть в этот лагерь и совершить какую-нибудь гадость. Это ваши друзья. Вот они стоят здесь по периметру. Мои пограничники. Их бояться не надо. Вы к ним можете обратиться с любой просьбой. Здесь присутствуют руководители органов власти Гродно и Минска. Вы к ним можете обратиться по любому вопросу. Если это вопрос касается меня или правительства, мне доложат в течение суток. Если это бытовые вопросы, еще какие-то вопросы, вы им скажите. Мы будем их решать. Мы будем стараться обеспечить вас питанием. Мы будем стараться одеть вас. Мы будем делать все для того, чтобы вы получили питьевую воду. Чтобы вы могли отвезти в баню детишек своих. Чтобы жены ваши могли сходить в баню и вы. Мы будем делать все для того, чтобы немножко сделать легче ваш этот временный быт. Здесь много волонтеров. Людей с добрыми сердцами. Белорусы. Вот они здесь присутствуют. Если у вас также будут проблемы, обращайтесь к ним. Они вам подскажут, помогут или проинформируют нас для решения тех или иных проблем. Внутри этого здания, там где вы отдыхаете, если это можно назвать отдыхом. Везде несут службу представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Людей много, и я опасаюсь, чтобы не произошло беды. Поэтому они смотрят, чтобы у вас там соответствовало тем правилам, по которым живут много людей в одном месте. Все-таки это не одна тысяча человек, и всякое может произойти. Поэтому вы будьте терпимы к этим людям. Они всегда вам помогут и защитят вас. Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в этом лагере. Это неплохо. Кто-то знает немножко наш язык, кто-то более активен. Ну, словом, образовалась группа людей, которым вы доверяете. Это хорошо. Давайте через них мы будем поддерживать контакт со всеми вами. Вы через них пытаетесь донести до нас свои проблемы, а мы будем реагировать через них на ваши проблемы. Еще раз повторяю, мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, чего вы не хотите. Это последнее, что я хотел вам сказать. Я думаю, мы решим вашу проблему. Если я чего-то не сказал, что вас волнует, и у вас есть какой-то вопрос ко мне, пожалуйста, вы можете этот вопрос задать. Говорят, что у нас нет демократии. Я попросил поставить открытые микрофоны, чтобы любой из вас мог подойти, любой присутствующий здесь, высказать свое мнение и задать вопрос. Но только желательно по тем проблемам, которые мною не обозначены. Программа. Программа. Господин Президент, во-первых, я хотела бы поблагодарить вас за все то, что вы делаете для нас. Для нас это очень важно. На самом деле, нам видится, что если бы все президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем. Нас везде бы принимали сердечно. Потому что мы не можем идти в Ирак, это очень опасно для нас. Мы были на камерах, и если мы вернемся, то это очень опасно для нас. И мы будем уничтожены, поэтому мы хотим идти в Европу, мы никогда не вернемся в Ирак. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь, просто потому что мы не можем вернуться назад, назад в Ирак. Для нас это большая проблема, поэтому нам нужно идти вперед. И мы хотим уничтожить школу, потому что я был в Европе, и я не могу говорить о моем языке, и я не могу вернуться в Ирак. И все люди здесь сказали, что если у наших детей уничтожили, мы не вернемся. И мы все хотим уничтожить в Европу, и мы хотим, как все президенты Европы, уничтожить границы для нас, как Локоншинко. Он сделал все для нас, но они не respect us with a warm heart. И мы надеемся, что Германия наконец откроет для нас свои границы, а поляки пропустят и примут нас теплым сердцем, как в Беларуси, как вы. И мы очень надеемся, что Европа сделает что-то хорошее для нас, как господин Локоншинко. Большое спасибо. Большое спасибо за все то хорошее, что вы делаете для нас. Мы никогда этого не забудем. Все люди здесь, которые очень благодарны, что он сделал для нас. И мы имеем детей, которые не имеют никакого легка или что-то. И я говорю все эти добрые слова от лица всех, кто здесь сегодня собрался. От всех детей, от всех, кто пострадал, у кого есть увечья. Я благодарна вам за то, что вы дали нам укрытие, за то, что вы предоставляете нам продукты питания. Большое спасибо. Мы надеемся, что Европа сделает нам что-то хорошее для нас. Нам нужно идти вперед. Нам нужно попасть в школы. Нам нужно заниматься образованием. И еще раз, хотела бы поблагодарить вас за все хорошее, что вы сделали для нас. Мы по-настоящему благодарны. Спасибо за добрые слова. Я присоединяюсь ко всему тому, что ты только что сказала. Спасибо за очень хорошие слова. И я присоединяюсь к каждым хорошим словам, которые вы просто говорили. Мы не просто будем надеяться. Мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой. Мы надеемся, что мы будем вместе работать над вашей мечтой. Спасибо большое. Я вас очень прошу. Благодарности уже больше не надо. Мы немного сделали для вас, для того, чтобы вы нас благодарили. Давайте, вот если есть вопрос, кратко. Я пытался донести свое послание вам на английском, потому что параллельно хотел бы обратиться ко всей Европе, ко всему миру. Я не заявляю, что я здесь лидер. Я всего лишь выражаю общую точку зрения. Во-первых, большое спасибо за то, что нашли время посетить нас здесь сегодня. Мы действительно ценим и благодарны за все то хорошее, что вы лично и люди в вашей стране сделали для нас. Главным образом за то, что вы вытащили нас из джунглей и поместили в этот центр, где гораздо теплее, где у нас есть стены, крыша головы. Вы не очень хотели из тех джунглей выходить сюда, насколько я информирован. Я думаю, что вы не очень хотели из джунглей выходить из джунглей и приехать сюда, как я знаю, как я знаю, как я информировал. Я думаю, что вы не очень хотели из джунглей выходить из джунглей. Спасибо. Ваша команда очень хорошо заботится о нас. Они предоставляют нам еду. Они заботятся о наших детях. Кареты скорой помощи постоянно находятся на дежурстве. Они предоставляют нам медицинскую помощь. Большое спасибо. Вы открыли большую воду для нас, большую теплую воду для нас. И мы желаем, чтобы Европа сделала так же, как вы делаете. Вы действительно открыли свои теплые объятия для нас. И нам хотелось бы, чтобы Европа поступила бы точно так же. И вы, конечно же, хорошо знаете, что европейские страны приложили руку к тому, что сегодня происходит в наших странах, в Сирии, в Ираке. У нас был президент Саддам Хусейн. И он по-настоящему заботился о нас, словно отец. После того, что Европы и США, что они делали для всех странах в 1990, они уничтожили все страны. И они привезли к некоторым людям. Они диктатировали все. Саддам не был диктатур, но сейчас они диктатуры. Вы хорошо знаете, что Европа, Соединенные Штаты, Североатлантический Альянс сделала с нашей страной в 90-х годах. Они убили нашего президента, Саддама Хусейна, который они называли диктатором. На самом деле он таковым не был. Однако сейчас в нашей стране идет война. Присутствуют настоящие диктаторы. Только недавно на Севере прошли активные боевые действия. Погибли люди. И сейчас особое внимание мировой общественности направлено на события в северной части Ирака, где идут активные боевые действия. Поэтому мы бы хотели уйти из этих джунглей, из этого лагеря, уйти в Европу, попасть в те джунгли, открыть лагеря там. Мы не хотим, чтобы наши дети замерзали от холода здесь. Мы просто стремимся вперед. Ищем свою мечту и идем к ней. Мы идем туда не просто так. Мы идем туда работать. Мы готовы совместно работать вместе с ними, чтобы строить их страны и развивать их страны там. Не хотел бы отнимать слишком много времени, поэтому буду завершать единожды. Только повторюсь. Мы очень благодарны народу Беларуси. И особенно за все то доброе и теплое, что вы делаете для наших детей. Мы очень это ценим. Уважаемые друзья, когда-то, 80 лет тому назад, вы и южные мусульманские страны нашей страны Советского Союза помогли нам. Тогда огромное количество беженцев отсюда, во время нападения фашистов на нас, были там у вас. Вы их приютили, вы их накормили и особенно поляков. Сегодня пришло время за это рассчитаться. И мы будем делать все для того, чтобы вы не были обижены на нас. Все, что мы можем, мы делаем. Как у нас говорят, долг платежом красен. Уважаемые друзья, еще раз говорю вам, мы будем делать, мы будем стараться и многое сделаем так, как вы хотите. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.